Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Под каждым моим колбасным роликом меня регулярно спрашивают, ну когда уже будет рецепт чего-нибудь сыровяленого? И всякий раз я отвечаю, что для приготовления сыровяленых изделий требуется очень длительное, 2-3 месяца, а то и полгода, выдерживание при относительно низкой температуре, 14-15-16 градусов, и с постоянным контролем влажности. Она, влажность, должна быть в пределах 70-75 относительных процентов, в некоторых процессах 80-85, неважно. Так вот, раньше пока не было холодильников с поддержкой нужной температуры и влажности, таких условий достигали в погребах с большим объемом каменных стен. У меня не то что погребы, у меня и подвала-то нет. Поэтому я приобрел с рук за 100 евро почти новый холодильник и соорудил из него камеру для сыровяла. Подробности можете посмотреть вот в этом ролике. Щелкайте, он в отдельном окне откроется, потом посмотрите. Напалзу его пока поставьте. И вот сегодня я наконец-таки начинаю длительный процесс завяливания свиной шеи. Вот она, испытуемая. Это мой самый первый опыт со свиной шеей, опыт по сыровялению. Дико интересно, что в конце получится и сколько времени это на самом деле займет. Итак, этап первый. Посол из расчета на килограмм мяса. 10 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,4-0,5%. Мозоль у меня уже на языке от объяснений, что такое нитритка, для чего нужна и где ее можно купить. Я купил ее в интернет-магазине. То же самое можете сделать и вы. Рекомендую вам обратиться на сайт Ем Колбаски. В других роликах, посмотрите в плейлисте на канале, я уже всячески рекламировал этот магазин. Еще раз прорекламирую, потому что мне совершенно за него не стыдно. Павел Колбаскин, хозяин магазина, профессиональный колбасный технолог. Он не только знает, что продает, чем торгует, но и самое важное. На сайте Ем Колбаски есть форум, где собралась очень грамотная компания. Там рецепты грамотные, советчики грамотные. Если какие-то проблемы у вас с изготовлением колбасы, ветчины или прочего, обращайтесь туда. Всегда помогут. Там, кстати, я имею в виду в магазине не только нитритка, но и вообще все для приготовления колбас. Так, значит 10 граммов нитритной соли, еще 15 морской. Итого получается 25 на килограмм мяса. И еще добавлю кучку пряностей. Черный перец, шалфей сухой, семена фенхеля. Так, и сухой молотый чеснок. Такой способ завяливания и примерно такой набор пряностей характерен для Тосканы. Будем считать, что этот рецепт базируется на тосканских представлениях о том, какой должна быть на самом деле сыровяленая свиная шея. Капокола, как ее называют. По-моему так. Я не итальянец. Накрою ее пищевой пленкой и в таком вот виде отправлю в холодильник. Просаливаться кусок такой толщины будет как минимум одну неделю, может быть дней 10. Внимание, монтаж. Итак, прошло две недели, даже чуть больше. Две недели и два дня. Просто замотался. Мог бы и раньше, конечно, все вытащить. И шея имеет вот такой вид. Все это время она у меня лежала в холодильнике. Я ее даже и не ворочил, признаться честно. Сейчас нужно смыть с нее всю вот эту вот кучу пряностей. Обсушить. Ну, давайте по порядку. Убираю лишнюю влагу. Вот так. И сейчас это надо пересыпать свежей порцией пряности, в этот раз уже без соли. Запаковать в пленку, коллагеновую в данном случае. Упаковать в сетку или перевязать. И отправлять вялиться на месяц, по крайней мере. Давайте приступим. И остается затянуть ее в сетку. Я для этого воспользуюсь вот таким замечательным приспособлением. Как вы понимаете, совершенно не обязательно для того, чтобы удобно это делать, покупать в какой-нибудь дорогой бренде. Так. Теперь главное, чтобы вся эта шея в трубу влезла. Так. Вот такой батончик получился. Плотный. Что касается обвязки. Стандартно все, собственно говоря. Петля, удавка. Переворачиваю. Одна. Сразу вторая. И можно подтянуть. Мне нужно сейчас сделать петлю для подвеса. Делается это так, смотрите. Также захлестнул, но теперь вот за вот эту вот беру, тяну. И у меня получается, что затягивать я буду петельку на колбаске вот на этой. Вот. Вот на петле. Все. Вот в таком виде. Все это дело отправляется на завяливание. На месяц, может быть, на полгода даже. Не знаю, посмотрим. Весит она сейчас 2 килограмма 50 граммов. А готовность наступит тогда, когда она потеряет по крайней мере 30-35 процентов веса. Собственно говоря, отправляемся в мой ящик для вяления. Вот она я в подвале. Можно вешать. За прошедшие 2 недели удалось выяснить, что в этом полуподвале моем, в принципе, на атмосферу слишком влажная. И поэтому увлажнитель воздуха по нынешней погоде здесь даже не нужен. Поэтому я его отключил. Так. И это вот так вот. Обратите внимание, что у меня на колбасе начала расти белая плесень. Это радует, потому что не нужно заселять специальной культурой. Тем не менее, я все равно этим делом заморочился. Вот у меня стаканчик. Замечательный. Я соскреб с... Сейчас уберу. Я соскреб с сыром, с белой плесенью, нет, не ракфора, какой же это был? С бри, по-моему, да. С бри. Со свежего бри. Я соскреб плесень. Переложил ее в стакан, добавил немного воды, добавил немного сахара. Подождал. Вот здесь в подвале оно у меня здесь постояло. В полподвале. Оно у меня здесь постояло. Дня 2 расцвела буйным цветом. И я, в принципе, готов, ну, может быть, вот ближе к вечеру, на шейку, на эту свиную, на будущую копу, я побрызгаю этой водичкой, чтобы на нее нанести те самые споры. Для чего она нужна? Она, это родственница, по-моему, плесени пеницилл. Пенициллин, помните, из чего получают? Она во время своей жизнедеятельности закисляет среду вокруг себя, и в результате другие плесени, не полезные, а, прямо скажем, вредные, не могут в этой среде расти. В принципе, теоретически, такие споры такой плесени можно купить в специализированных магазинах для колбасников, для домашних сыроделов. Но вот у Павла ем колбаски, по-моему, я не знаю, по-моему, у него нет такой плесени. Ну, да и ладно, я тут у нас сыр это делал, взял, и нормально все будет. Ну, а теперь встретимся, я надеюсь, только тогда, когда все уже будет готово. Да, я же не сказал, влажность у нас слишком высокая, поэтому увлажнитель я вообще туда убрал. Но для того, чтобы там нормально все завяривалось, нужно, чтобы было какое-то движение воздуха. Поэтому я туда поместил вот этот вентилятор обычный, вывел провод наружу и подключил этот провод через обычный таймер. И он у меня включается каждый, там, по-моему, час на 15-20 минут. Включается и выключается так. Вот, на этом, на сегодняшний день, все дополнения, изменения к этому моему шкафу для вяленя закончены. Ну, до встречи через месяц-два. Всем привет! С момента отправления копы в камеру для сыровяла прошло два с половиной месяца, даже чуть больше. И вот смотрите, что у меня получилось. На данный момент она весит 1180 граммов, то есть потеря веса составила примерно 43%. И, как видите, она прекрасно заросла белой плесенью. Мне дико интересно, какова же она на вкус. Тем более, помятую о выброшенной колбасе. Если кто-то пропустил. Смотрите, что здесь такое. Ссылка вот в этом углу. Ну, вы знаете. Черт возьми, запах. Пока я ее не разрезал, она пахла, ну, такими стандартными для вот этой плесени запахами. Ну, некая такая, какая-то затклость присутствует. Ну, ничего особенного. Так пахнет в местных колбасных лавках, где продают колбасы. Но когда я разрезал, так пахнуло пряностями резко. Ой, я хочу скорее попробовать. Конечно, нужно резать очень-очень тонко. Слушайте, просто какое-то чудо. Я, честно говоря, абсолютно не ожидал такого результата. Думал, ну, будет какое-то там сыровяленое мясо. Но непередаваемый аромат. Хотелось бы, чтобы еще и вкус соответствовал, конечно. Запахи. Запахи вообще с ума сводит. Очень насыщенный, очень терпкий вкус. Это мясо не будешь есть, как мне кажется, прям так, чтобы полставать и класть на бутерброды. Нет. К нему хорошо налить рюмочку чего-нибудь покрепче. Хоть, как вы знаете, я почти не употребляю. Тонко нарезать и лакомиться каждым кусочком. Вот как вы лакомитесь, например, ну, я не знаю, хорошо просоленным лещом или воблой. То есть, пластинки, солоноватость, такая терпкость, да? То есть, ты не будешь есть на обед. Так вот это же мясо, это такая классная приправа. Ну, по сути, деликатес. Если вы будете повторять этот рецепт, помните, я пробовал приготовить вот это вообще в первый раз в жизни. У меня нет никакого опыта приготовления. А процесс сыровялиния достаточно сложный технический момент. Оттому пример прошлый ролик с колбасой, который я выбросил. Поэтому при возникновении любых сложностей можете, конечно, задавать мне вопрос, но, скорее всего, я не смогу вам ответить. А где смогут ответить? Опять же, на форме Павла Колбаскина. Ссылку в описании этого видео дам. Вот туда обращайтесь. Там действительно профессионалы. Ну, а я продолжу свои сыровяленные экзерсисы. Ну, и особо удавшись результатами обещаю с вами поделиться. Спасибо за компанию и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok